ШАРДУ! МОЙ МЕЧ! ГОЛОВА ОРГАНСЯ! Окей, мы прошли данжик Каземата Стражей, или как он там назывался. Ммм, ещё один, так сказать, данжик меньше. Можно прямо сейчас хоть лететь и возвращаться в Аплод, чтобы продолжать нашу кампанию. Но я хочу ещё и КВ затопить заодно. А, плюс ещё тут это самое, текловид идёт, поэтому я текловид хочу поиграть. Посмотреть, что это такое, что за фигня вообще, и давайте уж с Ираной разберёмся как-нибудь. Скорее всего, сейчас уже дойдёт, потому что текловид, наверное, многие ищут, играют. Мы такого не ожидали. Даже в такую рань. Окей, тот, кто жаждал нашей погибели. Кудесника Толерияна надо остановить. Он сразу обоставался в кабинете моего отца и до сих пор остаётся там. Я боюсь, что он мог найти очень опасный предмет. Этот ключ звездочёта. С его помощью можно управлять защитой крепости. Магия этого артефакта должна была служить для защиты лунных стражей. Если использовать его в других целях, она приведёт к небывалым разрушениям. Верни ключ, даже если для этого придётся убить кудесник от Толерияна. Видишь точно рождённых за стенами павильона? Они держат нас здесь, как мы шеи в клетке. Им так удобнее, ведь таким образом они могут спокойно перерыть всё святилище и в поисках реликвий моего отца. Мы с моими соратниками можем вырваться и подняться выше, если ты нам поможешь. Возьми этот кристалл, встань на руду его со средоотночения маны и направь её на кудесника. Их заклинания обратятся против них же, а в это время мы проскользём мимо них. Как только расправишься с кудесниками, дойди до 100 верхнем ярусе цитадель. А почему вы это уже сами не можете сделать? Чего-то я недопонимаю. Вы типа это и сами можете сделать? Какой ещё нафиг сосредоточитель маны? Ничего не понимаю. Чего-то я, видя, недопёр. Сейчас так всех кудесников положим. Сбавлюсь сначала от него. Теперь давайте почитаем задание. Инертный кристалл. Аааа. Вот это, видимо, мана. Руна. Готов. Готово. О, готово. Так, и этого пацана надо убить. Кто-то отклонил приглашение. Я перемещаюсь сначала в очереди гениально. Так, слушай, дай там ту штуку, которую крал, и мы там, типа, в расчёте туда-сюда. Окей, понеслась отсюда. Хорошо, что я теперь знаю, как здесь ходить, куда вообще идти. Поехали. Поехали. Тыквовин. В самом разгаре. Время нажраться конфетами. Ммм. Ммм. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Так. И чем надо тут, черт возьми, заниматься? Тут, видимо, один босс только его надо будет припугнуть. Приубить. Садник встает и близится ваш час. Когда-то вас уже коснулась кослялая рука судьбы. Ставьте дайте смерть. Ладно, и без одного дамагера справимся, да? Какой-то совсем ужвялый этот садничек. Я так понимаю, здесь чисто десятого. Пусти вы прокляти! Горите в окне! От судьбы не уйти ни вам, ни мне! Стихи, блин, зачитывая. Это рэпер. Вообще, он сказал, но очень тихо почему-то. До свидания! Так, и шо тут? Волшебная метла, сладости, маска эльфа крови, шлемак. Считайте, моделечка. Окей. Видимо, это всё. Весь тыкловин, коротко и ясно. И сколько раз я так могу бегать в тыкловин? Видимо, немного. Ох, сколько у меня всякого дерьмеца тут в инвентаре. Окей, ребят, я до бетли! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всё, идите в жопу. Я пожру немножко. О, я заработал расстройство. Всего две конфеты сожрал. Ой, вау Мой животик, Бубо Все Откинули копыта Вау, целых 15 минут нельзя жрать конфеты Дырка для головы Окей Господи Ну и дебиль, эта маска выглядит Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа И эту штуку еще только над клавин можно вязать. Жалко. Ладно. Ну, дело сделано. Такая сила не должна попасть в руки врага. Спасибо тебе. Сколько там... Ой, порции маны. У меня фул мана, сорян, нельзя вязать. Благодаря тебе мы добрались сюда практически не пострадавшим. Мы разбиты. Осталась лишь память. Привет. Вот все, что осталось от лунных стражей. Посмотрев, гебатель, от нашего бывого богущества осталось только блед дойти. И в нашем упадке виноваты ночнорожденные. Сейчас больше ничего нельзя предпринять. Если мы хотим выжить, нужно скрыться отсюда немедленно. Месть может подождать. Наш дозор окончен. Но я остаюсь. Сначала только гриппогрифа оседлаю я, ладно? Все. Так, ожидание. Теперь, когда у вас седлали гиппогрифа, перед вами открылась уникальная возможность ночнорожденные проклянуть тот день, когда оставили вас живых. Бейте 50 ночнорожденных. Все. Пошло, поехало. Люблю такие задания. С них можно покайфовать прям вот по полной. Особенно когда вот такую толпень убиваешь. Ну, квадс, конечно, люто простой. Это печально. Хотелось бы больше разнообразия на таких штуках. Че-то ворчит там. Ливень смерти. Пусть ночнорождет, да и продолжает стекаться сюда, сквозь свои порталы. Они не скоро забудут карающую, то они лунных стражей. Окей. С хиппогрифами разобрались. Теперь мы можем покидать цитадель. Вот так вот. Изи. Изделяль. Свою портал Шауран я и открывался тут. Уходим. Мы только что две минуты назад с тобой тут были. У нас мало времени. Я могу телепортировать нас отсюда. Тепила, а че ты думал раньше тогда? Раньше бы ТП, что у нас. Зато... Полнейший бред. А что насчет твоих союзников, которые там тебя защищали на осмотр? Че, их не надо ТП шить, да? Пусть остается доверную смерть. Киняля, киняля. Логика, где ты, блин? Логика, чуть-чуть логики нужно. Срочно. Во-первых, давайте удалим жажду. Голова еще кружится. А теперь доступно, Иссохший, конечно. Черт возьми, сколько я пытался найти тот Делик. А теперь, когда он мне уже не особо нужен, когда я уже добился почтения, дальше только при Вознесении, он доступен. Вот если бы на плечнике были доступны, но на плеч, но на плечник нужно при Вознесении аж. И интересно, нахрена эта гербовая накидка при Превознесении? На жеребку все равно давать не будет. Типа, чисто ради красоты. Так получается. Это тоже под мою трансмагрификацию, очевидно. Окей, материалы надо сложить. Складировать. Наша сила в наше решение. К слову, Препка Чацкая вы им ману раздаете. И как мы жили, пока не было ночного колодца. Ну, здравствуй. Такое мини-мини-фарм. Это, конечно, не каждый день, там, не знаю, раз в двое-трое суток примерно. Но тоже неплохо. Шала-сан-то-ра. Ах, никогда не привыкну. Заодно выполнить доступ к руину Фаванара. Я не понимаю, в чем награда этого типа локального задания. Ну, да ладно. Ара-анаркана. Ну, как минимум, мы дополнительную репутацию с этого получим, поскольку это же помраченных. Так, так. Окей, он... Они, локализаторы, они пришли сюда на мой зов. Я позабочусь о том, чтобы им помогли после всего, что им пришлось пережить по вине моего народа. Шалдорай вернул свою славу. В чем, по сути, это даже не побочный квест, а основной. И... исходя из этих трех клав вытекает четвертая, последняя, наверное, так получается. Конечно, то, что здесь задания появились, это круто. На помраченных надо репутацию качать. Но не сейчас. Сейчас я хочу отправиться в свой оплот, чтобы продолжать кампанию. Да и, в принципе, знаете что, давайте уже рейд искать. Изумрудный кошмар, все-таки все дела. Не играл я в рейды легиона вообще ни один. Здесь только с Дренора узнал вообще, что такое рейд. И... это довольно весело. в 25 рыл гонять. Заодно посмотрим, насколько я вообще тут делаю красиво. Изумрудный кошмар. Только вот, пожалуйста, ты можешь грузиться чуть быстрее? Вероятно, нет. Так, сразу добрался до оплота, чтобы не запариваться. Есть ядро разлома. Надо будет заказать еще. Для этого надо будет сейчас взять какое-нибудь задание интересное выполнить. Давайте найдем с хорошей наградой. Вообще, неплохо было бы наплечники найти, чтобы вот прям вот замакситься. Сурамари что-то я помню было. Но это капюшон, во-первых. Оно непростое. Так, тут ничего. Во-вторых, во-вторых, ва-вторых, ва-вторых, кроличья лапка. Возможно, это стоит взять. Что тут ещё? На руч? Да вы чё издеваетесь? Два одинаковых. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну чё, наплечники мне, видимо, не будут падать, пока я сам не подберу эти наплечники. На Вольшаре сейчас вторжение. Окей. Шо там по штаникам? Штаники плохие здесь уже. Давайте плащ. Так. Крафтите мне ещё. До последнего вздоха. Так. Задание, которое надо выполнить. Серьёзно, 50%? 70% не вы, бля. Нашает уровень предмета защитника на 5. Ох ты ж хера себе. Редкость. Забавно целый день, целые сутки выполнять. Алё-о-о. 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 Алё-сики. Вы чё там серьёзно? Капец. Два замедления. Мы последняя преграда на пути Легиона. Никто не остановит Иллидари. Владыка Иллидан направляет нас. Никто не остановит Иллидари. Типа нейтрализует и чё, да? Правильно, чё. Забавно, что... Так, подожди-ка. Да, Теникам считается за пиплоуста. Забавненько. То есть, с магами ещё выше получается. Крутяк. Крутяк. Вместе мы сокрушим Легион. Никто не остановит Иллидари. Мы последняя преграда на пути Легиона. Ну, действует только один раз, да? 174. Мы последняя преграда на пути Легиона. Максимальный шанс 174, поэтому я так и сделаю. Так, ну а вы отправляйтесь за голдой. Мы последняя преграда на пути Легиона. Всё. Отправляйтесь. И надо, наверное, Нак пиплоуста нанять. Да? Да. Я бы не сказала, что мы служим Иллидари. Та-та-та-та-та-та-та. Готовы. Ок. Я буду бороться с Пылающим Легионом до последнего вздоха. Всё получилось, Андрюша Даха? Тебе удалось добыть саргеритовый ключ? Наконец-то мы отомстили кардане осквернённой песне за всех охотников на демонов, которые за неё стали скверноподданными. Цана, Тиратон, Глевианна, Келлин, Иллисана и другие. Смерть уже давно должна была настигнуть её. Саргеритовый ключ снова у нас. Теперь мы можем смотреть в будущее с надеждой. У нас есть Акама, кардана осквернённая песнь больше не представляет угрозы. Кроме того, у нас есть саргеритовый ключ, всё становится на свои места. Благодаря тебе, а ну что так? Только не говорите, что... А если мне надо сейчас отправить соратников на задание, а не все на задание? Вот я гений, а? Гений. Так, а как мне его поместить? Саргеритовый ключ на месте. Поместить саргеритовый ключ на тактической карте. А, во. Господи. Готово. Давайте поставим ключик над сжигающим огоньком. Ну, типа, это красиво, пусть горит. Либо эта штука куда полезнее, но мы сделаем её бесполезную побрякушку. Декорацию. Так, где ты? Я тебя найти не могу. Ничего, ниже, что ли? Или выше? Ниже. Господи. Зачем так спускаться? Кому вставать? Алло. Леди Стэну. Так. Приближу-ка я лучше. Чёрт, я что-то потерялся. Не могу найти того, кому надо сдать квест. Основа плана. А кто? Походу, персонаж этот пропал. Перезайдём. О, хорошо, что я догадался до этого. Я пожертвовал всем. А какова была твоя плата? Теперь, когда саргеритовые ключи у нас в руках, нам остаётся только приготовить войско и разработать план вторжения. О, завербовать. Завербовать. Шикарно. Новенькие пацаны. Новенькие штуки. Наши силы растут, а влияние распространяется всё дальше. Поэтому тебе нужны надёжные спутники для выполнения особо важных заданий. Пора тебе выбрать двух достойных кандидатов в ряды своих защитников. Я считаю, тебе стоит остановиться на Билате и Верховной Матери Злобе. Они оба доказали свою незаменимость. Доверься Владыке Иллидану. Ура, мать злоба. Давай со мной, туса. Да, я на твоей стороне. Всё сложно. Редко выпадает такое... Редко выпадает такой шанс стать не просто слугой, а одним из элитарий. Должна признаться и беспокоить, что ты меня не выберешь, защитники. Но, как оказалось, напрасно. Я так тебе благодарна. Слушай, я тебя ещё не выбрал, как бы. Мне всегда казалось странным, почему по всем мирам обязательно нужно проходиться огнем и мечом, когда можно жить в своё удовольствие. Сагирас бывает таким занудой. Вместе мы поставим бывающие легионы на колени, и они будут ползать в грязи. Вау. Вау. Слуг легиона, оказывается, ещё и мозги могут быть. Ну, если я всё правильно понял. Для меня всегда было честью служить Иллидану. Но стать настоящей Иллидари? Не смотри на меня. Похоже, я сейчас заплачу. Ты хочешь, чтобы я стал одним из твоих защитников? Билат выглядит удивлённым и довольным. Это большая честь! И готов посвятить себя нашей общей цели, Андрюш ТГА. Я буду бороться с врагами Иллидари под твоим знаменем. Это честь для меня. Когда всё начиналось, я и не думал, что стану одним из твоих ближайших соратников. Я не подведу. Как? 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 Так, опять этот пацан пропал, что ли? Я не понимаю. Алё! Он опять пропал! Да чтоб тебя! Так, нет, конь есть. А кому тогда сдавать-то? Блин, нахрена такая толпа в оплоте? Ааа, на нижнем ярусе. Вот и ты, Алари. Владыка Иллидан направляет нас. Теперь у тебя уже шесть защитников на твоей стороне. Все силы Иллидария, а также нерастущая армия, где каждый готов принести себя в жертву ради победы над бывающим легионом. Пора приготовиться к завершающей фазе. Шкоз. Лярдик. Артефакта. Здесь ещё 160. Ещё 170. Нормально. Так, это... Что у нас? Сопястье. Я положу это дело вот сюда. Ну, типа, броня, расколот и бездна. Хочу комплект составить. Если суждено, умри с честью. Посмотреть, как это работает. Хотя уже не нужно. У нас есть аргеритовый ключ. С... Серию заданий подготовка к вторжению. Ну, видимо, всё-таки нужно будет отправлять соратников. Но хорошо, что... У меня есть два свободных защитника прообщаться. У нас есть аргеритовый ключ. Мы собрали большую часть войск. У нас даже есть план. Теперь нам нужно выследить карию с варедисом и приготовиться к вторжению в демонический мир, где они прячутся. Предоставь это мне. Если ты дашь мне своих защитников, и с помощью косы душ, любыми средствами добуду информацию у демонов, которых мы допрашиваем. Не склянусь, я брошу все свои силы. Пущу каждую крупицу энергии косы душ на то, чтобы узнать, где находятся кария и варедис. Ой, господи, да успокойся ты. Так, Джейс, тёмный ткач. Азерот должен выставить. Выполните 10 локальных заданий. Когда я, блин, их до этого десятками сидел и выполнял? Гениально! Ну, впрочем, можем пойти, да, наверное, выполнить. Прежде чем стать охотником до дебодов, я практиковал тайны искусства. Знания никуда не исчезли, но из-за скверной я теперь не могу их использовать. Единственное, что я ещё могу ненадолго загнуть в отдалённые места. Ещё я, блин, и это ядро использовал. Гениально, слушай! А, ненадолго загнуть в отдалённые места. Ты знаешь, я уже это делал с помощью горнила пустоты. Боюсь, что не увижу ничего хорошего. Против нас теперь не только Плывающий Легион. Нужно действовать быстро, чтобы не дать врагам захватить расколотые острова. Не склоняйся перед мощью Легиона. Не могу достать. Значит, нам надо сейчас сидеть и выполнять локальные задания. Круто, круто, круто. Ничего не скажешь. Просто гениально. Ну, я так понимаю, рейд у нас даже не найдёт, скорее всего. Так, слушайте. А вам... Нас закрыты, конечно же, ячейки, и вам нельзя давать. Мои клинки готовы. Первое желание — закон. Всё. Вау. Ну, всё равно дополнительно ничего не дают. Чего? В смысле? У вас слишком много соратников. Освободите лишних от службы, чтобы приступить к новым заданиям. Чё, серьёзно? Чё, серьёзно? Мда... Круто. Ну, наверное, Корвас уберу я. Слабовато она. Но Корвас целых 8 часов ждать. Чёрт, да вы издеваетесь надо мной, а? Интересно, а есть улучшение, которое повышает количество защитников в облоте? Ну-ка, Ворим, расскажи нам о такой штуке. Тыка Иллидан направляет нас. Десять тысяч ресурсов. На целую единицу. Блин. Идите в жопу. Ещё и ачивку там надо заработать, значит, надо кого-то уволить. Жалко, задание нельзя отменить. Я бы отменил сейчас, но... Бред. Бред же. Ладно, ещё успею, наверное, выполнить. Всё равно ждать. Чёрт, сколько это дерьмо будет качаться вообще. Я хочу новые ветки. Чё-нибудь новое хочу. Ладно. Раз такое дело, будем выполнять локальные задания, ожидать рейда. Ещё, если вы внимательно смотрели, то из каземат стражи я добыл книжку. Надо её будет сдать. Вот. Вероятно, это ещё цепочку тут кустов активирует. Хотелось бы. Поехали. Ну, а если не активировать, пойдём выполнять локальные задания. Ещё от Кадгара задание. О, надо с Азионом. Я только из Аплота, но теперь мне предлагают идти обратно в Аплот. Крут. Приветствую. Так. Вот, держи. О, шо же такое? Ага! Опалённые части можно восстановить с помощью специальных алхимических настоек. Как интересно. Официальный дидорнатский стиль письма с демоническим иконом. Кажется, я догадываюсь, чему перо это принадлежит. Если чё, подумал, у меня свет открубили. Вы были не готовы. Серьёзно? Этот ролик? В наш мир пришли враги, одержимые желанием истребить всё живое. Они убивали наших родных. Они разрушали города и разоряли святыни. Вы пытались помешать им и не смогли. И тогда, при исполненной ярости и решимости, вы пришли ко мне. Я научу вас черпать силу в том, что пыталось вас уничтожить. Теперь вы понимаете, что победа над Пылающим Легионом стоит любой жертвы. Но, владыка Иллидан, демоническая энергия струится в наших шилах. Терзает наш разум. Чем мы лучше этих монстров? Как ты смеешь. На этот раз мы не будем ждать, когда демоны придут за своей добычей. Мы отправимся в миры Легиона. И выйдем на охоту. Смысл этого ролика, его показывали в самом начале Легиона. Я не понимаю. Зачем ещё раз? Охотники на демонов. Вы осмелились напасть на владыку Асгота в его владею. Вы проиграли. Ваше дело умрёт вместе с ним. Я чую в тебе демона, а не охотника. Ты послужишь Легиону. Ни за что. Ты хотела знать, чем мы отличаемся от демонов? Они сделают всё, чтобы уничтожить наш мир. А мы пожертвуем всем, чтобы его спасти. Легион узнает об этой победе и устрашится вас, мои элитари. Теперь вы готовы. Да-да-да, готовы леда. Приятно, конечно, было окунуться в недалёкое прошлое. Но типа это всё. Цепочки даже не будет. Ладно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова